Здравствуйте, уважаемые любители ножей, зрители нашего видеоканала. Продолжаем показывать ножи в рамке нашей акции, те которые в наличии. Напоминаю, акция заканчивается 31 мая, последний день, то есть 24 часа в московском времени, 20% из наличия, 15% под заказ. Если что-то понравилось, покупаем сразу, потому что следующий нож, он уже будет, если вы не успели, значит 15%. И сейчас у нас ножи, которые мне не очень близки. Это всевозможные ножи для ножевого убоя, керамбиты и так далее, и так далее. То, что мне они не нравятся, это абсолютно ни о чем не говорит. Достаточно много людей, которые действительно пользуются ими. Я в любом случае, здесь есть несколько ножек, которые мне нравятся, я их, конечно, обязательно покажу по традиции. Ну, и начнем мы, наверное, с этой стороны. Вот это Улу. Ну, вы знаете, я не знаю, насколько это нож, конечно, для ножевого убоя, хотя понятно, да? То есть, можно им, наверное, пользоваться как предметом самозащиты. Ну, так это и кирпичом можно пользоваться как предметом самозащиты. Но вообще, это, он идет для шинковочки, для нарезки, я вот, насколько видел. Улу, это такая штука, я не знаю, к чему ее больше отнести, наверное, все-таки к кухонным, к национальным кухонным. Ну, вот, примерно так. Но, если что, имейте в виду, вот, видите, у нас есть, мы делаем из Дамаска для повышения реза. О, рукоять Венге. Вот, наличие есть. Вот этот нож, он серийно никогда на производстве не стоял. Этот нож, он будем считать в единичном экземпляре. Это экспериментальная серия, задумка для ныряльщиков. То есть, вот эти дырки, это для чего? Чтобы нож можно было зафиксировать в перчатке. То есть, когда у вас надета на руках перчатка, да, там, водолазная, там, перчатка ныряльщика, вы туда сунули палец, и вы его не потеряли. Банально. Хоть этот, хоть какой, то есть, нож, которым пользоваться под водой, да. То есть, для... Если вы в какую-то нештатную ситуацию попали во время ныряния, ну, например, запутались в сетке, то этот нож вам пригодится. Ну, и, может быть, еще для чего-то пригодится. Вот. Единственное, у него, конечно, ножны будут кожаные, и они, наверное, не совсем для ныряния подойдут. Но самый главный нож. А ножны потом, в конце концов, закажете из Кайдекса. Он в одном экземпляре, поэтому ничего мы под нее не делали. Вот. Кому ныряльщикам, возможно, боевым пловцам подойдет. Дальше идет серия керамбитов. Вот такой керамбитик. Вообще, керамбит это... Но что... Для каких-то хозяйственных целей, и потом он только использовался... Как бы для ножевого боя и для самобороны. Ну, достаточно много всяких мультяшек и всяких страшных фильмов боевиков, когда там показывают, как ими работают. На самом деле, да. Это эффект удар когти. То есть, такой нож, он... То, что оружием не является по определению, но секущий удар таким ножом, он гарантирует, что нападающий больше ничего в этой жизни не захочет. Не знаю. Можно детям для самообороны и карандаши удобно точить. Наверное. Вот. И вдруг малый... Ну, это такой керамбитик посложнее. То есть, здесь две дырки. Для тех, кто умеет этими керамбитами владеть. Две насечки. Вот здесь и здесь. Добавляет, скажем так, возможностей. Я такими ножами никогда не пользовался и, надеюсь, не придется. Но, если вот тоже обратить внимание, насечка, насечка, отверстие. И, кстати, мощный такой. Вот такой керамбит, кстати. Нормально. Те лежит. Ну, для любителей керамбита я таковым не являюсь, поэтому мне сложно про них рассказывать, мягко говоря. Вот. Это легендарный берсерк, про который я очень много видео снял Бэт Вадим в свое время. Про него немножко, ну, кто не в курсе ранних видео, расскажу. Этот нож изобрел один парень, который ножевым боем увлекается из города Воронежа. Леха, по-моему. Это было очень давно, или 20 назад. Он мне дал чертеж, сказал, сделаю, я у тебя буду покупать. Я говорю, ну, ты будешь, говорит, больше никто не будет. Он говорит, ну, ладно. И он нас лежал-лежал, не покупался. А после видео от Бэт Вадима мы его продали, ну, я не знаю, сотни. Что-то близко к тысячам вот этой модели. То есть он мне объяснял, что это для секущего удара, то есть это вот для того, чтобы там какой-то там царапающий удар наносить, то есть предупреждающий вот эта вот насечка. Ну, как бы... Как-то так. И по мотивам я тогда в этом же стиле, это уже вот моя разработка, то есть я сделал нож Ворон. Вот он. Он, естественно, по определению, поскольку я далеко не ножевой боец совсем. Я делал, чтобы из ним хоть что-то можно было делать. Я у меня есть видео, когда я вот это чистил рыбу и вскрывал рыбу. То есть вот этим ножом, в отличие от этого, им хоть что-то можно чистить. И к тому же вот этот клюв, он добавляет возможности. Боевых возможностей добавляет. На мой взгляд, опять же, вот, и называется Ворон, да? То есть вот. Как будто голова Ворона стилизованная. Глаз, клюв. Но еще раз говорю, вот из этих трех, вот этим хоть что-то можно делать. На мой взгляд, ни вот этим, ни вот этим делать практически ничего нельзя. Ну, вот этим загребаем можно ходить, кстати, наверное. Это тоже четко под секущий удар. И то же самое здесь. Достаточно такая серьезная вещь. Очень серьезная, я бы сказал. Далее, вот такой вот ножичек идет. Очень мощный нож, видите, в стиле милитари, но он такой мощный крепость, да? Вот этот нож, который, в принципе, немножко не мой стиль, для меня тяжеловатый, то, что он цельник, с отверстиями, с пресечными, ну, со сквозными клепками из трубки, для чего я сделал, чтобы нож можно было зафиксировать на полку. Сделать из него небольшое копье, ну, для каких-то целей, то есть, вот, нож данный из Дамаска. Ну, вот этот нож, если, ну, не знаю, вот из этой всей серии, наверное, я бы взял. Но он хоть как-то, ее как охотничий можно использовать. Кстати, очень оригинальный, здесь еще, видите, плоские плашки, то есть, у нас обычно обтекаемые рукояти, здесь именно схемы плоские и небольшая фасочка. То есть, совершенно другой принцип. Вот. И вот ножичек. Тоже прикольный. Ну, в принципе, самое главное, очень надежный. То есть, вот те, кто любит, здесь вот из Д2 нож, кто любит хороший нож, такой, чтобы он был очень прочный, то это вот. Далее идет серия вот таких ножей, это коротких ножей. Это у меня тогда была такая мода, городские тактические ножи. Странное определение само по себе. Городская тактика. Ну, блин, не знаю. Ну, вот, должен быть короткий, мощный, что-то им можно было ковыряться, и такой максимально-максимально простой. Ну, вот, модель. Вот точно такой же еще один. Это из этой же серии, ну, более такой лайтовый подрез все-таки сделан. Наверное, теоретически, как охотничьим можно работать. Ну, шкуросъемником. Ну, в принципе, они вот все четыре под это подойдут. Ну, и Скорпион. Скорпион очень прикольный нож в руке. Видите, хват любой доступен. И есть видео, где им вдираем лося. Ну, наверное, ну, здесь всякое из них первое место. И по традиции скажу, что ну, вот, я тебе рассматривал ножи. Ну, это я с точки зрения охотника. И она в самом деле для ножевых бойцов. Вот. Для водолазов, для боевых пловцов. Вот, пожалуйста. Для городских тактиков. Вот. Как бы. Ну, руке сидит хорошо. Охват удобный, пацаны. Ну, хорошие. Прямо вот эти ножи. Вот это вот вообще. Даже не знаю, которым из них первое место отдать. Дайте, на мой взгляд, вообще все очень удачные. Так что вот. Такие ножи. Такого класса мы тоже делаем. Сами понимаете, достаточно узкой специализации. Есть компании, которые очень сильно специализируются на этом. Мы по определению на этом не специализируемся. У нас более мирные вещи. Но это тоже у нас есть. И как вы видите, вполне. Вот. Ну, а это, наверное, вот в этих, судя по тому, сколько их купили, у ножеманов, у любителей ножевого боя, это примерно как у охотника грибник. Насколько я понимаю. Все это мы делали в чертежу. Толщина офигенная. Минометров 6, наверное. Ну, такой нож, который не знаю, что надо сделать, чтобы сломать. Вот так вот примерно. В общем, берите. Актиз скоро закончится. И вам понравится. Так что ножевых бойцов и уличных тактиков ждем вместе с ныряльщиком. С одним, наверное, ныряльщиком. Потому что нож один. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok